Братья и сестры Братья и сестры Братья и сестры на земле здесь, чтобы нас отметили, наши старания, наши усердия. Вот какие мы есть, а мы, правда, хороши, разве не так? Разве вы не видите это? Нам так ценно это. Насколько же больше ценно то, когда тебя отмечает не человек, а сам Бог. Разве не так? Насколько же лучше, когда ты слышишь эту высокую оценку из уст того, кто является создателем неба и земли, который знает тебя насквозь, его взгляд проникает до самой глубины и, видя тебя, он называет тебя героем. Я хочу вместе с вами перейти в 11 главу «Послание к евреям». И это глава, в которой есть имена. Бог оставил имена для нас. И, конечно, здесь такие люди описаны, что рядом даже стать как-то, мне кажется, страшновато. Там такой человек есть, как Давид, который поражал великанов. великаны – это люди, которые высокого роста. У них плечи такие, знаете, огромные, у них ладони вот такие большущие. Они смотрят на нас, как на лилипутов. Они могут просто ногой вот так сделать, и там, не знаю, пять-десять человек, они уже улетели метров на двадцать, на тридцать. Они просто вот руку свою протянут, и ты чувствуешь, что ты под покровом чего-то, пока она тянется, эта рука. Это великаны. А Давид, который был обычным человеком, обычного роста, он поражал великанов. В этом списке есть такой человек, как Самсон, который был невероятно силен. Однажды он взял городские ворота и взвалил на свои плечи, и вынес их на гору. Он убил тысячу людей ослиной челюстью. Они просто как враги, враги, как мухи, налетели на него. Тысячу человек, это больше, чем полк. Налетели на него, он был один, не было ни оружия, ничего, он увидел на земле ослиную челюсть. Осел когда-то умер, и просто все, что осталось в челюсти, он схватил ее и челюстью ослиной убил их всех. Конечно, необыкновенный, сильный человек. И прямо посреди списка этих необыкновенных людей там написано о том, что некоторые из них верой побеждали царство, заграждали уста львов, угошали силу огня, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, некоторые из них завоевывали города, некоторые производили необыкновенные чудеса. Например, как Илья, который просто помолился молитвой, три с половиной года не было воды, не было дождя, была просто засуха и голод, опять помолился. Простая молитва, человек как будто такой же, как и мы. И небо открылось, и дождь пошел. И прямо посреди списка этих необыкновенных героев мы видим три имени, и выглядит так, что эти люди как будто бы здесь не на месте, не из той серии, не из того калибра, потому что ничего необыкновенного не сделали. Покажите их послужной список, что там есть в нем. Чудеса, огонь с неба сводили, море раступилось перед ними, как перед Моисеем, или как перед Авраамом. Авраам верил сверхнадежды, получил сына. Что сверхъестественного они совершили? Почему Бог поместил их в число героев веры и оставил нам в пример навечно? Вы знаете, все эти трое людей имели одну общую характеристику, которая объединяет всех их. Они были обычными людьми. Ничего суперчеловеческого, сверхчеловеческого вы не увидите в их жизни. Но Бог заметил что-то в них, и они что-то делали, за что он сказал, они в моих глазах герои, и я помещу их рядом с Давидом, Самсоном, Гедеоном и другими сильными мужами веры. Вы скажете, что это, пастырь? И я скажу, вот что. Все трое из них ничем другим не занимались, кроме как спасли свои семьи. Вот и все. Их фокус был на своей семье. Они думали не о том, чтобы сделать что-то эффектное, сильное, значимое. Они думали о своей семье. И заботились о том, чтобы каждый из них был спасен. У этих людей была вера не только на то, чтобы самим спастись. Но они верили, что их родные и близкие будут спасены. Я хочу сказать следующее. В глазах Божьих, если ты спасешь свою семью, ты сделаешь что-то настолько великое и значимое, что Бог поместит твое имя в списке героев веры. Рядом возле Самсона, Давида, Гедеона или Авраама. Если ты будешь жить таким образом, что твои родные и близкие увидят в тебе Бога, увидят в тебе твое святость, хождение, увидят в тебе, что ты настоящий, что ты не лицемер. Знаете, молодое поколение, они чувствуют, что за запах это? Это запах лицемерия, когда вы так пафосно говорите, когда вы делаете это только для людей, когда вы перед людьми меняете свое поведение, а дома родные и близкие знают вас, что вы не таковы. Дети это чувствуют, подростки это видят сразу. Современное поколение, они просто не любят и не уважают неискренность. Очень высоко ценится, когда ты искренен, когда ты настоящий, когда ты не играешь, когда ты таков, каким ты есть. И когда ты будешь жить так, так, как ты веришь. И твои родные и близкие, видя твою судьбу и твою жизнь, они скажут, мы хотим поклониться тому же Богу, который изменил тебя, и мы хотим верить твоему Богу, тогда Бог назовет тебя героем. Давайте посмотрим на эти три судьбы, я хочу кратенько описать о том, что именно сделали они. Здесь речь идет о трех людях, в послании к евреям я прочту здесь 7 стих 23 и 31. Вера юной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. 23 стих Вера юной сей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, я думаю, моя мама, когда посмотрела на меня, когда ей показали, я хочу, хочу так верить, что она сказала, он прекрасен, он прекрасен, родители, каждая мама видит своего ребенка и говорит, ой, какая лапочка, ой, какая конфеточка, ой, какой ребенок золотой, дитя прекрасное, помню, когда я увидел маленькую девочку, которую Бог подарил, она у меня бегала там по этому госпиталю, кричал там, сколько у меня силы было, у меня дочь родилась, у меня дочь родилась, а врач еще сказал, когда я спросил, все нормально, они так проверили там все, там ручки, ножки, все, врач еще сказал, совершенная, я это слово взял, совершенная, она совершенная, она просто классная, она прекрасная, она самая лучшая, каждый папа, каждая мама, видя своего ребенка, говорят, он прекрасен, она прекрасна, и так родители увидели, что мальчишка прекрасен, и не устрашились царского повеления, Вы не знаете эту историю, да, что царь издал указ, чтобы всех мальчиков уничтожали, а они посмотрели, говорят, а он прекрасен, а мы не отдадим, а мы против и не устрашились царского повеления. Верою Рао блудница, 31 стих, с миром приняв соглядатаев, шпионов, да, и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Хочу очень кратенько рассказать вам о том, что мы видим здесь, чему нас учит Библия, о чем Бог говорит здесь, когда среди героев веры поместил этих трех персонажей и описал, что они занимались спасением своей семьи. Начнем с Рао, с конца. Там сказано о том, что она была блудница. Вообще, если бы, простите меня за дерзость, я был бы Богом, я бы, наверное, этот момент упустил бы. Мне очень приятно, чтобы в поколении, в тысячелетии все читали о прошлом. Какая разница, кто, где, как, когда и зачем, и кем кто был. Почему Бог поместил эту деталь? И в Писании мы читаем, что она была блудница. Я знаю, я думаю, что, скорее всего, Он сделал это с той целью, чтобы показать каждому человеку, что неважно, кем бы ты ни был, чтобы в твоей жизни не происходило, ты можешь стать героем веры. Именно ты, не оглядываясь назад, несмотря на свои грехи, но именно ты, поднял голову на спасителя своего, можешь получить прощение, очищение, изменение своей жизни и попасть в число героев веры. Сам Бог может поместить твое имя туда. Благодати его будет достаточно. Поэтому, я думаю, он не для того, чтобы мы как-то с унижением посмотрели на эту женщину, но для того, чтобы сказать, что я могу дать тебе будущее, я могу дать тебе судьбу, я могу благословить тебя таким образом, что ты даже не представляешь, как я благословлю тебя. Знаете эту историю, да? Два человека пришли, Моисей послал их для того, чтобы они, Иисус Навин послал их для того, чтобы они посмотрели землю, и они пришли в Ерихон, один из самых старинных городов на земле, и они остановились в этом доме, в котором жила Рааф, и донесли царю, и сказали, что пришли два шпиона из этого народа, который там по пустыне ходит, и царь послал своих воинов для того, чтобы их убить и уничтожить. Но женщина эта, она взяла и спрятала этих двух евреев у себя на крыше, прямо там, где у нее сохла трава ее, прямо там она их спрятала. А когда пришли воины, она говорит, они были, они ушли, вот той дорогой пошли. И они побежали искать, она говорит, вот они вышли, вышли, и вот они пошли. И побежали эти воины искать этих шпионов. Тогда она поднялась к ним, и перед тем, как они пошли отдыхать, уже был вечер, она сказала, вот здесь внимание, она сказала, я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость. Мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Красного моря и так далее. Когда мы услышали об этом, ослабилось сердце наше, ни в коем из нас не стало духа против вас, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. А вот здесь, следующая мысль, которая говорит, она почитает Бога, она говорит, мы знаем, кто вы и кто ваш Бог. И после этого она говорит следующее, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому Отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых. И тут она начинает перечислять. Моего папу, мою маму, моих братьев, моих сестер и всех, кто есть у них. Ого, блудница блудницей. А чувства к семье-то есть? Она говорит, я знаю, кто вы. И, конечно же, если дальше мысль эту развивать, она, возможно, так же сказала, я знаю, что я принесла позор и бесчестие в мой род. Я знаю, что все в этом городе знают, кто я, чем я занимаюсь. Я знаю, что мной гнушаются другие люди. Но у меня есть мама и папа и братья и сестры. Вот вы здесь, я спасла вам жизнь. Спасите мою жизнь, и не только мою, моих родных и близких. Эти двое еврея, знаете, что сказали? Слушай, выброси красную веревку с окна. Когда мы будем заходить в город, мы будем смотреть. Я скажу своему военачальнику Иисусу Набину, что дом, в котором будет висеть красная веревка, чтобы они не уничтожали этот дом. И когда мы зайдем в город, вся наша армия, весь народ будет знать, что здесь есть один дом, который сохранил нам жизнь, и есть одна женщина, и мы не тронем вас. Только вот что сделай. Приведи всех своих родных и собери их под кровь дома своего. Что сделал Раф? Раф, блудница-блудница, побежала к маме и папе, рассказала всю историю, побежала к братьям, к родственникам, ко всем. И в один день, когда армия Израиля заходила в этот город, она выбросила красную веревку и всех собрала под кровь своего дома. И Бог сказал, Раф, я высоко ценю это, и я имя Твое увековечу, и я сделаю Тебя благословением, потому что Ты привела своих родных и близких под кровь этого дома, где спасение. Более того, если вы читаете Иван Дед Матфеев в первой главе, в пятом стихе, там вообще имя Раф стоит в генеалогии Иисуса Христа. Оказывается, она даже попала в генеалогию, в линию родословия Иисуса. Что сделала она? Она собрала всех своих родных, всю свою семью под свой дом. Я хочу сказать, друзья, дом представляется, или представляет, является образом церкви. В доме безопасно, в доме происходят чудеса, знамения, там защита. В доме есть обеспечение. А красная веревка представляет кровь Иисуса Христа, которой мы спасаемся, исцеляемся и освобождаемся. И все, в чем бы мы ни нуждались, нам будет дано только тогда, когда мы в доме, когда мы в церкви. Родители, наша с вами ответственность привести наших детей в церковь, в дом. Церковь не должна быть в одном ряду с рядом или с какими-то другими мероприятиями или событиями. Знаете, совсем недавно я общался с одним человеком, узнал, что воскресенье утром ребенок не был в церкви. Почему? А мы повели ее на танцы. На танцы в воскресенье утром. Я знаю, что есть родители, которые говорят, осанку исправляем. В воскресенье утром, ну в церкви мы еще успеем, церковь каждое воскресенье, осанку исправляем. Знаете, когда я рос, мои родители никогда не давали мне выбор. Они просто не давали мне выбора. Они вставали рано утром, они говорили, мы собираемся и идем в церковь. Они никогда не заставляли меня. Но для меня это просто настолько естественно с детства, с малакоматери. Церковь превыше всего, Бог превыше всего. Я не могу поставить Бога или церковь в одном ряду с какими-то играми, даже со здоровьем своим. В другое время я буду исправлять осанку, если нужно исправлять ее. Или что-то делать другое. В другое время. Но я не могу это делать. В воскресенье утром. Некоторые говорят, пастырь, у меня такая денежная работа. Такая денежная. Всего три месяца буду отсутствовать по воскресеньям. Я буду смотреть видео. Но я такие деньги заработаю. Пастырь, я поправлю семейное положение. Это же работа. Я так долго молился, чтобы Бог дал мне эту работу. Я так молилась. Бог благословил меня. Это же от Господа работа. И через три месяца человек настолько ослабел. Он проигрывает во всех искушениях. Там уже плоть. Там уже грехи. Что толку с денег? Что толку с того, что ты заработал? Что толку дети вырастают так быстро? А потом у них выбор. Куда пойти? Да пойду в кино. А что? Да не хочу я в церковь. Да там все одно и то же самое. И потом ты смотришь, судьба совершенно по-другому складывается. Совершенно по-другому. Нет этого приоритета превыше всего Бог. Дом Божий и церковь. Я прошу вас, родители, обратите ваше внимание на это. Для этого вам нужно быть таковым. Нельзя в воскресенье утром оставаться дома. Разве только вы с каким-то большим там градусом температуры или чего-то сверхъестественного больного, что встать не можете. Но если вы даже можете встать, приходите в дом Божий. Я не помню, чтобы мой отец когда-нибудь не разрешил оставаться дома. У меня даже вопросов такого не было. Пап, я не хочу идти в церковь, но я сегодня дома буду, я устал, у меня куча уроков всего. У меня даже мысли такой не было. Церковь, Бог превыше всего. Рааф привела всех своих родных под кровь дома. Второй герой, это Ной. Ной вообще удивляет. У него на его вот этом праздничном торту, правильно я сказал, не знаю, торте, ой, спасибо, на его праздничном торте было 500 свечей. Сколько же он времени задувал. Ему было 500 лет. 500 лет мужику! Друзья, если вы думаете, что вы уже достаточно старые, мне 50 или мне 60, да я что могу сделать с детьми, или мне 40, да и все уже дети взрослые, да что я могу сделать для моей семьи. Ему было 500, когда Бог обратился к нему и сказал, Ной, я хочу, чтобы ты построил ковчег. Зачем? Что за ковчег? Такая лодка большая. Какая лодка? Что такое лодка? Нигде никогда и не видел ничего подобного. У меня даже аналога в голове нету, ничего. В интернете ничего нету, вообще никаких лодок нету, нигде ничего, никак. Ной, я хочу, чтобы ты построил лодку для спасения своей семьи. Моей семьи? У меня 8 человек. Так они все взрослые, все дяденьки, тетеньки, они все выросли, они уже живут отдельно. Как я их должен спасать? А что, с ними беда какая-то? Ной, вот какую лодку построить? И Бог дает очень ясный размер. 300 локтей, длина, вот такая ширина 50 локтей, высота 30, значит, локтей. То есть, очень определенно. Сделай это. И в Библии написано, Ной принял это слово и в благоговении приготовил этот ковчег. Друзья, что удивительно, Писание показывает, что Ной это делал не один. Его сыновья, его дети стояли рядом с ним. И может быть, они и хихикали. Старик совсем у него крыша поехала. Строит, да строит лодку. Но при этом, он говорит, помогайте мне, бревна тащим. Давайте, прибиваем это бревно сюда. Вот это так делаем, вот это так. И его семья была вовлечена в строительство этого ковчега. Итак, Рааф привела семью свою в дом. А Ной вовлек их в служение в Божие дело. И когда пришел тот день, когда пришел суд, когда вода с неба и вода сверху и снизу просто устремились на поверхность земли, и когда все человечество было истреблено, тогда Ной и его семья были спасены в этом ковчеге. И удивительно, что Бог, когда описывал, как ему нужно что делать, он большое ударение сделал на внутреннее устройство ковчега, а на внешнее как-то практически никак. Мы делаем часто совсем наоборот. Как внешне мы выглядим, как это будет презентабельно или нет, а Бог говорит, да мне важна твоя внутренность, твое сердце, что внутри тебя. Друзья, так важно, что сделал Ной. Ной вовлек своих сыновей и дочерей в служение, которое Бог предложил ему. И это причина, почему Господь поместил его среди героев веры. Раав привела. Это первый шаг. Ной вовлек в служение. Я хочу сказать, что вам так важно, чтобы мы доверяли нашим детям. Родители, от нас зависит, будут ли они просто прихожание и ухажание. Или церковь станет их родным домом. Я помню, когда еще в юности мы шли в Дом Божий, и так часто старшие братья обращались к молодежи и говорили, ты можешь в это воскресенье после богослужения пойти вместе со мной? Нам надо послужить. Ты можешь, нам надо там дом помочь отремонтировать, в субботу поехать. Ты можешь посетить больных? И нас постоянно, когда я еще был юношей, постоянно меня и других таких, как я, вовлекали в служение. Постоянно. Вся юность моя была занята тем, что я все выходные дни где-то ехал куда-то, служил кому-то, был вовлечен в дело Божие. И так незаметно церковь стала моим домом. Просто домом, не просто я пришел как гость и ушел. Я был вовлечен в строительство Дома Божьего. Друзья, а ваши дети вовлечены ли в служение? Делаете ли вы все как родители, чтобы дети ваши не просто пришли и ушли, чтобы они зацепились, чтобы у них было здесь что-то, что их тянуло бы, связывало бы. Друзья были бы здесь и ответственность была бы здесь. Они участвуют в каком-то конкретном собрании, в музыкальном служении? Или, может быть, они приготовляют что нужно перед богослужением, расставляют аппаратуру здесь, помогая взрослым. Может быть, они убирают после служения. Может быть, они здесь в съемках участвуют, или в театральном служении, или в прославлении, или в детском служении. Ной был героем веры, потому что он вовлек своих детей в работу Божию. Друзья, я хочу остановиться на родителях Моисея. В книге Исход написано, что их звали, отца звали Амрам, а мать Иохаведа. Они были удивительными родителями. Удивительными родителями. Вот что они сделали. Когда они услышали о том, что нет права на жизнь их малышу, они скрывали и прятали его то время, сколько они могли прятать, когда уже дальше невозможно было, они осмолили корзинку. Вот этот момент не очень важен. Осмолили корзинку. То есть приготовили место, куда они малыша своего положили. И осмолили ее. И я верю, что это символически указывает нам на молитвы наши. Указывает на сердце, которое просто мы вкладываем в наших детей. Указывает на ту веру, которая есть у нас по поводу того, что выживет наш малыш. Мы сделали все, что от нас зависит, чтобы ты не утонул в этом мире, где столько много всего происходит, столько греха, столько предательства, боли, обиды, грязи, всего. Но мы осмолили своими руками эту корзинку, то есть мы твою судьбу покрыли молитвой, мы держим тебя, мы свои ценности вложили туда. Я представляю себе, как мама кормит грудью и молится, ведь она знает, что это не просто малыш, что у Бога есть судьба для него, она верит, что он исполнит призвание Божие. Потом сверхъестественным образом она оказывается няней и воспитывает его, и она уже, когда он подрастает, 2, 3, 4, 5 лет, она смотрит в глазенки ему и говорит, мы с тобой евреи, мы здесь в рабстве. Мама, что такое рабство? Рабство, когда у тебя нет никаких планов, значит, прав, когда ты зависишь, когда ты работаешь целыми днями, тебе ничего не платят, когда ты не имеешь свободы. Мама, это плохо, это плохо, сынок, но Бог тебя избрал, чтобы ты вывел народ из рабства. А как? А как ты меня избрал? У тебя получится, ты сможешь, ты будешь знать Бога, ты вырастешь, ты будешь нажить Его голос, так много в жизни происходит вокруг, ты будешь во дворце, там, фараоном, где ты живешь, ты будешь уже подростком, тебе будет все прелести мира, там было 800 богов, в Египте 800 богов, представьте себе, Моисей, когда вырос, это он написал, бытие, первая глава, первый стих, в начале Бог сотворил небо и землю, это Моисей написал во второзаконии 6 главе 4 стих, такие слова, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть, откуда, откуда, Моисей, у тебя такая уверенность, мама с детства смолила, мама молилась, мама вкладывала ценности, мама верила, мама глубоко в сердце закладывала основание Божьего слова, вот она настоящая родительская ответственность, дорогие мои, это осмолить эту корзинку перед тем, как мы отпустим ее в мир, конечно, подрастет, конечно, выпорхнет, как птичка из гнездышка, конечно, пойдет в школу, потом институт, конечно, пойдет где-то работать, конечно, встретит разных людей, искушения, конечно, но перед тем, как он выпорхнет, мы будем делать все, и даже когда уйдет из дома, наши молитвы пойдут за нашими детьми, вот почему Бог сказал, что Ной является человеком веры, и так Рав привела своих детей в дом, а Ной был человеком, который вовлек их в служение, а родители Моисея вложили свои ценности, свое понимание того, что у него есть особенная судьба, говорили с ним о будущем, верили в него, и говорили о том, что у него есть призвание от Бога, и вот эти три человека, Бог сказал, вы герои веры, друзья, перед тем, как я закончу, дайте мне еще минут пять, я хочу вам рассказать одну историю, библейскую историю, я постараюсь кратенько рассказать, она меня сильно впечатляет и вдохновляет, эта история связана с жизнью Давида, Давид, когда стал царем, он захотел ковчег Божий принести себе, и он отправил три тысячи мужчин, и они пошли к тому месту, где был ковчег, и взяли этот ковчег, ковчег это вообще, это то место, где Бог сказал, я буду жить среди херувимов, это святое из святых, там Бог обитал, это присутствие Божие, ну, Бог обитал, это вам шутки, Бог огонь поедающий, так знали его в Старом Завете, Бог есть любовь, но они не понимали еще, что такое любовь, но, и там были принципы, каким образом нужно было переносить ковчег, нужно было нести его священникам на шестах, на плечах своих, Моисей все упростил, сделал, или, значит, Давид, точнее, сделал повозку, и на повозку, новую повозку поставил ковчег, и ковчег везли в дом Давида, на холмике наклонилась эта повозка, и человек, который был рядом, Оза, решил просто поддержать, тронул, коснулся ковчега и упал мертвым, Давид, когда увидел это, он сильно испугался, ему просто было настолько как-то страшно, и Бога, и ковчега, и все, что произошло, и Давид принимает решение, и я не повезу его в свой дом, я не хочу смертей, я боюсь, что-то страшное здесь вот с Богом, и они проходили рядышком возле того места, где жили гефяне, гефа, и Давид говорит, идем вот в этот поселок, и найдем место, где мы там оставим ковчег, они приходят в один дом, находят мужчину, звать его Авидар, Авидар, и когда три тысячи мужчин стоят перед твоим домом, держат ковчег, и говорят, мы оставим его у тебя здесь, я думаю, Авидар решил, что лучше пусть ковчег меня убьет, как Озу убил тут рядышком, чем эти три тысячи мужчин меня растерзают, и он согласился, хорошо, пусть он будет, пусть стоит, хорошо, пусть будет, пусть стоит, они оставляют этот ковчег, Давид возвращается к себе, и читает новости гефские, что там происходит, думает, жив еще, до утра дожил, дожил, слава Богу, наверное, обходят десятой дорогой, боятся там, но посмотрим, что будет дальше, все боятся, все смотрят, что будет дальше, Озу похоронили только вчера, все переживают, но каждый раз, читая новости из гефы, он стал удивляться, потому что в новостях стали писать о том, что Авидар выплатил все свои долги, что Авидар открыл новые предприятия, что у Авидара все дети, вообще, у них такая судьба благословенная, что они благословенны, что буквально за короткий период времени, вообще, Бог так сильно стал благословлять Авидара, что Давид в один день решил, надо забрать ковчег, это благословение все-таки, Оза, Оза, это все-таки благословение, я представляю себе так, он снова отправляет армию, 3000 мужчин, этот раз он уже не на повозку поставит его, они будут нести каждые 6 шагов делая останавливаться, приносить жертву, вот они приходят и готовы забрать его, ковчег, я хочу перепрыгнуть с вами в одну хронологию и прочитать 26-ю главу первой книги Паралепоминон 4-го стиха несколько слов сыновья Авидьедома, Авидьедом это Авидар, разные переводы просто, сыновья Авидара, какого Авидара, а вот этого Авидара, который даже не еврей, который вообще ну просто оказался человеком, кто принял этот ковчег, сыновья Авидара, что с сыновьями Авидара, и тут написано первенец Шимая, второй такой-то, третий такой-то, четвертый такой-то, пятый такой-то, шестой такой-то, седьмой такой-то, восьмой такой-то, потому что Бог благословил его, и что? Дальше читаем. И у сына его, Шимаи, родились также сыновья, начальствующие в своем роде, потому что они были люди сильные, они вообще были, помните, с Гефи был Голиаф, великаны такие были, такие большие, великоростные, да? И тут написано, все они и сыновей Авидара, или Авидьедома, они и сыновья их и братья их были люди, внимание, прилежные и к службе способные. Их было у Авидьедома шестьдесят два. Скажите мне, пожалуйста, каким образом в хронологии служителей при храме оказался Авидар со всем семейством? Сыновья, родственники, всех шестьдесят два человека. Я представляю себе это таким образом, когда второй раз пришла эта толпа на этот раз забирать этот ковчег, Авидар выступил перед ними и сказал, вы куда его забираете? Они говорят, к Давиду, он сказал, и меня забирайте. Да ты язычник! Язычник, не язычник, я был возле ковчега здесь все три месяца, охранял его, оберегал его, да ты даже не обрезанный. Я готов, обрежьте меня. А сыновья твои? Сыновья мои готовы. Сыновья, собирайтесь. Жены, все, сыновей, собирайтесь, дети, все, собирайтесь. Теперь мы пойдем жить в другое место. Мы никуда не уйдем из Божьего присутствия. Мы будем всегда возле Божьего присутствия. И представьте себе, и спустя годы Бог помещает имя этого человека который был вообще великаном, который был в храме и со всеми своими шестьюдесятью двумя членами семейства, которые были сильные, прилежные, старательные и служили при храме возле ковчега. Вот что такое герои веры. Герои веры это люди, чей фокус нацелен на семью. В Библии написано «Спасешься ты и весь дом твой». Я хочу молиться сейчас, чтобы каждый из нас обратил свое внимание, свой взор на родных и близких. Не только я спасен, спасешься ты и весь дом твой. Апостол Петр говорит, что жена может спасти мужа добрым поведением, кротостью, смирением, когда благодать Божия течет через нее, когда она служит всем своим сердцем мужу, не превозносится над ним, и не господствует, и не манипулирует им, она привлечет его сердце, она пленит его сердце той любовью, той переменой, которую он увидит в ней. Если жена может спасти мужа, то если ты муж, ты можешь спасти свою жену, своих детей. И если ты сделаешь это, если ты не имеешь той силы, как Самсон, не поднимешь ворота какие-то большие, не сделаешь какие-то чудеса, но если ты спасешь свой дом, стоя пред Богом на коленях, живя свято и чисто, ведя такой образ жизни, что люди, родные и близкие скажут, я хочу идти в церковь твою, потому что я знаю, кем ты был и кем ты стал. Ты окажешься в числе героев веры. Давайте встанем для молитвы. Аллилуйя, давайте проставим Бога нашего, потому что сегодня на повестке дня спасения наших родных и близких. Отец Небесный, мы приходим сейчас к Тебе. Уже мы просим Тебя о наших близких и родных. Мы просим Господь о том, чтобы не только мы были спасены. Если вы рядышком, возле вас есть супруг с семьей, с детьми вашими, обнимите их. Обнимите просто вашу семью. Если кого-то нету, мысленно, просто идите к Богу, называйте имя ваших родных и близких, о ком вы молитесь. Господи, мы просим Тебя, Боже, пусть придет, Иисус, спасение в наши дома и в наши семьи. Мы просим Тебя, Господь, мы хотим быть людьми веры. Мы хотим, Господь, спасать свои семьи. Мы хотим сделать все, Господь, чтобы они служили Тебе. И я прошу Тебя, Дух Святой, Боже, измени нас для того, чтобы через нас стекла эта благодать. Боже, сделай то, что Ты хочешь. Боже, спаси наших родных и близких. Мы просим Тебя об этом, о Дух Святой. Господи, спасибо Тебе за эти примеры. Спасибо Тебе за Рав, спасибо Тебе за Ноя, спасибо Тебе за родителей Моисея, Господи, спасибо Тебе, спасибо Тебе за Авидара, за его посвящение, за его решительность, за то, что он забрал всю свою семью и вся его семья служила при храме и были люди прилежные и старательные. Спасибо Тебе, Господи. Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим и благодарим Твое имя. И весь народ да скажет Абонир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова